Одно из самых масштабных мероприятий проходит в Истре за последние три месяца. Таких масштабов Истра не видела уже давно с фестиваля фейерверков. И как вы думаете, что это за мероприятие? Может быть это какой-то новогодний праздник? Нет, это реконструкция военных событий, которая прошла напротив музейно-выставочного комплекса Новый Русалим. Дата выбрана не случайно. 11 декабря — это день освобождения Истры от немецко-фашистских захватчиков. На поле возле МВК пришло более 4 тысяч зрителей. Организаторы реконструкции сделали особый упор на историческую достоверность. Все, начиная от одежды, заканчивая техникой, выглядело аутентично. Зрители увидели в действии легендарную 34-ку, артиллерийскую установку «Катюшу» и даже боевой самолет. Ажиотаж был действительно огромен. Из-за мероприятия в городе образовались пробки, а некоторые зрители не нашли удобного места, чтобы полностью насладиться боевыми действиями. Но все гости однозначно остались довольны. Отлично, отлично. Отлично, все хорошо, только для зрителей не предусмотрено, конечно. Вот этот вот просмотр очень неудобный. Мало видно было, да? Мало видно, да. И народу много, да? Народу много, да. Вы раньше бывали на таких мероприятиях? Вот девушка была. Да, я была, когда было на реке, на Истре там. И было лучше видно, потому что там горка, а здесь ничего не видно. Ну а по масштабам мероприятия? А по масштабам хорошо. Самолет, танки, все шикарно. Да, все шикарно, все очень здорово. Как масштабы, есть какие-то особые впечатления от чего-то конкретного. Можно увеличить. Увеличить масштабы? Да. Все было хорошо видно? Так, в принципе, да. У вас рост высокий, вам хорошо видно, да, действительно. В первую очередь радует погода. Мороз и солнце, день чудесный, как говорится. Да, все замечательно. С погодой повезло, да. Наши разбили фашистов, это тоже не может не радовать. Сына победа. День знаменателен, надо помнить такие даты. Освободили город Истров от немецко-фашистских захватчиков. Масштабнее могло бы быть, я считаю, то, что да. Могло бы быть больше людей, могло бы быть чуть лучше организовано. Вот, смотровая площадка, были бы трибуны, было бы удобнее смотреть. Все-таки не совсем комфортно. А в целом атмосфера замечательная, настроение прекрасное, и все хорошо. Как вам представление, удалось ли показать все, что хотели? Удалось, да. Как вам публика? Нормально. Как место? Нормально. Погода? Погода, холодно, но как в исторических реалиях. Хотели узнать ваши впечатления от мероприятия? Вообще отлично. Ну, выстрелы, как настоящий шум, ну и вообще красиво все. Очень понравилось. Ваня, иди, расскажи свои впечатления. Ваня, расскажи свои впечатления. Тебе понравилось? Да. Что больше всего запомнилось? Танков. Танки? Понравилось все увидеть. Хотелось бы, чтобы стояли сверху, события происходили снизу. А так все отлично. Ну, в первую очередь, для них это нужно. Чтобы они видели, знали, помнили, понимали. Подобные представления боевых действий в Истре проходят далеко не впервые. Например, в 2014 году на Пушечной горе в Истре прошла реконструкция одного из эпизодов битвы за Москву. Тогда она была посвящена 72-летию со дня освобождения города Истры от немецко-фашистских захватчиков. Максим Рыков, Иван Масалев. Истр РФ.